Вопрос подготовки учителей сегодня более чем актуален. Приводя цитату президента страны о том, что нельзя имитировать преподавательскую деятельность, участники конференции отмечают, именно профессионализм учителя определяет конечный результат. По мнению вице-президента Российской академии образования, для развития экономики страны необходимо, чтобы обучение граждан не завершалось на получении диплома вуза, а было непрерывным. От этого зависит и производительность труда в целом. Непрерывное образование, на мой взгляд, это важнейшая задача сегодняшнего дня. Если производительность труда зависит от образования, и у нас стоит задача повышать эту производительность труда, достигать лучших экономических результатов, то через образование мы можем это делать, повышая качество образования. Успех современной школы, а значит и всего российского образования, зависит от инфраструктуры знаний, отмечают организаторы Всероссийской конференции. И важнейшим звеном, обеспечивающим качество образования, по-прежнему является учитель. Поэтому все большее значение приобретает способность педагога меняться в соответствии с научно-техническим прогрессом. Мы очень благодарны тем людям, которые создали этот центр. Это такой маяк в системе образования страны. И я уверен, поверьте мне, сейчас руководители системы образования развиваются по своим регионам, и они сейчас будут думать о том, как создать такую примерно площадку. И мы, конечно же, с коллегами сегодня и договариваемся, и уже начинаем совместно реализовывать те методические подходы, которые позволят модель тиражировать дальше. В ходе конференции ведущими федеральными экспертами были продемонстрированы новые технологии и разработки, связанные с обучением педагогов, повышением их квалификации, оценкой образовательных результатов. Например, директор Московского центра непрерывного математического образования Иван Ющенко объяснил на примерах, как правильно преподавать математику, показывая ее красоту и доступность. А директор Института коррекционной педагогики РАО Николай Малафеев посвятил выступление подходам в инклюзивном образовании. Ольга Десятова, телекомпания, ФКТ.